Всем привет друзья! В этом видео вы увидите три фильма, которые обязан посмотреть каждый инвестор. В этих фильмах есть доля правды про финансовые рынки. Вообще инвестиции на экранах отружаются не часто. Огромной популярностью фильмы по этой тематике не пользуются. Но эти три фильма доказали обратное. Поэтому усаживайтесь поудобнее и погнали! ПОГНАЛИ! Простите. Да. Это ваша машина? Да, да. Ягуар? Да, да. Сколько же вы зарабатываете? Ну за прошлый месяц где-то 72 тысячи. Покажите мне, что точно 72 тысячи и я хочу работать на вас. Слушай, я ухожу. Меня тут на биржу труда зовут. Мое имя Джордан Белфорд. В нежном возрасте 22 лет пытливый ум и амбиции привели меня на Уолл-стрит. Объясню еще раз. Деньги клиента должны перекочевать из его кармана в твой. Но если зарабатывать и для клиента, так будет выгоднее для обоих, верно? Нет. И я ушел с биржи и создал свою фирму. Ваша аудитория 1% из всех американцев. Я люблю три вещи. Люблю свою страну Иисуса Христа. Люблю обогащать людей. Алло? Но нужно было выстроить не только свой образ. Вот план, по которому я научу каждого из вас быть лучшими из лучших. У нас величайшая компания в мире! Я становился человеком-легендой. Так и вы не женаты. Да, но разве мы не можем быть друзьями? Нет уж точно не друзьями. Я сделал столько денег, что не знал куда их девать. 26 тысяч долларов за ужин! Отец, мы уже не бедные. У нас большой навар. Сэр, он прав. Он что, лечит от рака? Навар как раз и лечит от рака. Именно поэтому он так дорого и стоит. 22 миллиона за 30! Главный вопрос, было ли это легально? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, конечно же, нет. Они все снимают. Мы под колпаком. Добрались. Достарики, все хорошо. Они добрались, да. Все хорошо. Это страна великих возможностей. Вы пытаетесь подкупить федерального агента? Это Америка. Это мой дом! Ты просто пешка. Это я-то пешка? Шоу продолжается! Чтобы убрать меня, им придется создать нового бога! Я никуда не уйду! Я не работаю на тебя. Мои бабки на твоих сиськах. Значит, работаешь. Майкл, как твои дела? Я нашел кое-что очень интересное. Рынок жилой недвижимости держится исключительно на невозвратных кредитах. Они рухнут. Рынок недвижимости надежен, как скала. Это бомба с часовым механизмом. То есть Майкл Бьюри, который стрижется в дешевой парикмахерской и не носит ботинок, знает больше, чем Аллен Гринспан? Доктор Майкл Бьюри и да, знает. Ты знаешь что? Меня это бесит. Крупные банки разоряют простых американков. Я просто в бешенстве от этого. Невероятно. А потом заходит этот парень и говорит. Затевается какая-то авантюра. И пока крупные банки делили большой куш, несколько инвесторов увидели то, что не замечали другие. Мировая экономика готова рухнуть. Я уверена, что мировыми банками движет скорее материальная мотивация, чем жадность. Вы ошибает. Никто не обращает внимания. Банки одержимы на живу. А их тупость принесет нам прибыль. Делаешь ставку против банков? Они решат, что мы под кайфом. Гениально. Аферы никогда не прокатывались. Рано или поздно все вскрывается. Какого черта мы об этом забыли? Как банки такое допустили? Это все от их тупости. Это не тупость, это мошенничество. Объясни, где границы между преступным и тупым, и я сдам брата моей жены. Вы понимаете, что вы сейчас сделали? Вы пошли против американской экономики. Если ты ошибаешься, то потеряешь все. Банки обманывают американцев. Теперь мы можем выбить им зубы. Ну все, поехали. Эти кредиты стриптизерши? У них много налички. Ты не сможешь ее выплатить. Ни одну ссуду? Что значит ни одну? У меня пять домов. И квартира. Рынок стоит. Когда упадет до 18-ти, бери все. Происходит что-то серьезное. Сообщай, куда идет и что видит. Дополни картину, Бат. Я таким не занимаюсь. Продай свою гордость. Я могу лишиться лицензии. Это внутренняя информация. Чтобы получить власть. Ты не внутри, ты снаружи. Я понял, чем он живет. Алчность. Бедность больше не благородна. Алчность – это хорошо. Алчность работает. А что движет тобой? Страх бедности. Но все изменится. Я сажусь на экспресс. Ладно, сэр, я ваш. Променяй свое спокойствие. А мне с этого что? Солиднейший кюй. Это лишь начало, Бат. Если начнутся проблемы, вы сами по себе. Все обрывается на вас. На решительные действия. Один процент населения владеет половиной богатства США. Пятью триллионами долларов. Для этого нужна лишь внутренняя информация. Мне плевать, как и где ты ее возьмешь. Кажется, ты мне должен. Тогда выйдет обменять то, во что ты веришь. Он верит тобой, а ты не замечаешь. На то, чего ты хочешь. Мне позвонили службы безопасности и попросили отчеты. Это серьезно? Я не знаю, откуда у тебя информация, но мне она не понравилась. Майкл Дуглас. Почему ты их топишь? Потому что это возможно. Чарли Шин. Когда это кончится? Сколько тебе нужно яхт? Сколько денег? Дэрил Ханна. Может выйти, что иметь деньги и в раз потерять? Куда хуже, чем не иметь их вовсе. Мартин Шин. Я вижу завистливого старика, который не может простить сыну, что тот стал более успешен. Ты видишь человека, который никогда не оценивал других по толчине кошелька. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...